Аудиокнига Амир Хаттаб. Воспоминания. Часть 2. Первая Чеченская война. Помню, как Шамиль Басаев сказал, иншаллах, война закончится через несколько дней и иншаллах мы победим. Я сказал, война закончится только если вы изгоните русских с поражением. Он сказал, победа, иншаллах. Он дал мне пистолет-глушитель, сказав, держи его при себе, я знаю, что тебе приходится нелегко. Когда я был в Абхазии, люди начали вести переговоры. Нам было сложно от этих переговоров, особенно после смерти стольких муджахидов. Тебе может быть сложно, но иншаллах, мы не поступим, как в Абхазии. И он говорил мне вещи, которые были непонятны мне. Затем прошла операция в Уденовске внутри России, и русским пришлось решать эту проблему переговорами. Дух джихада воспрял в людях с новой силой. После этого я начал просить людей составить программу, покупать оружие и амуницию. За 4 месяца периода переговоров мы успели подготовиться. После этого русские объявили выборы президента Чечни, сказав, что выйдут из республики, но только после выборов. Они провели выборы, в которых также участвовали русские военные, количество которых было до полумиллиона. В то время как все население Чечни составляло меньше полутора миллиона человек. Естественно, они выиграли выборы, поставив туда свою марионетку Завгаева. Муджагеды порвали бумаги, прервали переговоры и начали военные операции. Проследив за этой ситуацией, я понял, что этот вопрос закрыт. У нас все было готово, и через 5 дней после прекращения переговоров мы провели нашу первую операцию. В нашей первой операции мы атаковали военную колонну близ села Харачуэй. К югу отведено. Но операция прошла успешно, у русских было разбито 5 машин, 41 солдат и 5 офицеров было убито. Так как стрельба была интенсивной и велась 15 метров, было много потерь у врага. Это была мясорубка. Среди нас не было ни убитых, ни тяжело раненых. Только я был легко ранен. И одного из замеров ранило взрывом грузовика с боеприпасами. После этого мы начали подготавливать бойцов. Люди интересовались, кто стоял за этой операцией. Были ли это Шабили или кто-то другой. Люди делали тагбиры на протяжении 3-4 дней. И они знали, что это сделали мы. Молодежь собралась и начала давать разведку для нанесения нового удара по конвою, который произошел через 2 месяца. Мы атаковали военную колонну в самый сложный период. Во время мощного наступления русских на горную местность. Атаковав колонну в Северной Юрте, мы сломали им хребет. Колонна состояла из 100 машин, 47 из которых мы атаковали и получили много трофеев. Этот конвой шел следом засетинской бригады под названием Скорпионы. Это была одна из самых кровожадных бригад, устроившая резню в селе Самашки на северо-западе Чечни. Это была удачная операция и ее детали есть на видеокассетах. Поначалу мы отступили, так как мы ожидали только 30 машин, большинство которых грузовики с боеприпасами и амуницией. Мы хотели захватить их. Но они приехали на 63 боевых машинах, 8 танков в авангарде, а также имели другое тяжелое оружие. Мы пропустили первую половину колонны, а протяженность засады была 2,5 километра. Мы начали атаку разбив колонны на части, и 4 наших брата стали шахидами, иншаллах. В другой группе 5 были убиты и 21 ранены. Большинство получили легкие ранения из-за простых ошибок. Они после атаки начали подходить к солдатам, чтобы зарезать их. А у большинства из них были гранаты, и осетины знали, что если попадутся живым к чеченцам, то их сожгут. Хитрые русские разрешали осетинам и другим национальным бригадам с Кавказа принимать наркотики, алкоголь, грабить и насиловать женщин. Но они не разрешали делать это русским солдатам. Осетины – это один из кавказских народов, и русские хотели рассорить чеченцев с другими народами Кавказа, посеяв между ними раздор. Поэтому они позволяли военным кавказцам вытворять, что они пожелают. Русские полагали, что если русские солдаты не будут совершать подобных акций, то между чеченцами и осетинами начнется война. Осетинская бригада совершила много зверств в Чечне. Они сожгли и убили много людей. И до сих пор части, сформированные из осетин, являются одними из самых жестоких, которые воюют в Чечне. В этой операции мы получили хороший опыт и опять начали готовиться. Через две недели я попросил Шамиля снять нас ответственность за фронт, так как мы собирались отправиться в другое место. Он сказал, наверное, ты хочешь передохнуть. Близяя Камаллахайр, поезжайте и отдохните. Услышав эти слова, я сразу же, взяв несколько человек, отправился на разведку района. Когда я вернулся, Буалид Аль-Гамиди и другие братья, заехавшие в Чечню со мной, спросили, как прошла разведка. Я сказал им, чтобы делали такбир. В это же время, Хаким Аль-Мадани с нашим братом Якубом Аль-Гамиди заехали в Чечню и прибыли к нам. И они спрашивали, что происходит. Братья сказали, это наши люди возвращаются с разведки. Мы встретились и на второй день отправились на разведанную местность и подготовились к атаке. Субханаллах. В этот день колонна состояла из 32 машин, 4 танков, 11 боевых машин, 4 бензовозов и остальные были грузовые машины. Все машины были разбиты. С первой по последней. И только 12 солдат из последней машины спаслись, бежав по реке. Две операции за две недели. Наступление русских полностью остановилось и они отступили с гор. Моральный дух людей стал подниматься, а боевой дух русских начал падать. После этого Джигар Дудаев объявил о прекращении регулярной войны с открытым противостоянием. И о начале партизанской войны, которая будет длиться 48 лет. Потому что до этого он сказал, что война с Россией продлится с 50 лет. Два года из которых уже прошли. Так что боевой дух русских падал. Вскоре после этого муджахиды зашли в Грозный. Это была лучшая операция, которой Аллах одарил наших братьев в Чечне. Была также другая операция. Мы ждали колонну целых 17 дней. Затем мы взяли целую дислокацию, атаковав вертолеты и ракетные пусковые установки. Мы захватили 5 машин и взяли в плен 27 солдат и 3 офицеров. Эта операция сблизила нас с братьями, увеличив доверие между нами. Это позволило нам планировать и работать, не прося никого о чем-либо. Все благодаря Аллаху, а затем стратегии, которую использовали братья. Они были полностью готовы к действиям и к подготовке военных планов, не прося никого о чем-либо. У нас был свой транспорт, продовольствие и боеприпасы. Помню, что русским не доставалось от нас ни одного ящика с боеприпасами. Если мы не могли нести что-либо, то закапывали это и дело с концом. Тогда как в других чеченских отрядах русским доставались даже машины. И потом из-за этого было много проблем. Такой была первая война и наше участие в ней. Это было начало прекрасного опыта. Я желал бы, чтобы все воины ислама, желающие помочь мусульманам, следовали этой же стратегии и порядку. Я хотел бы, чтобы каждый воин ислама, если он отправится на землю джихада, напрямую координировал свои действия с командованием, изучал местность, а затем готовил транспорт, боеприпасы и все остальное, чтобы затем одновременно все группы заезжали и начинали подготовку людей. Таков опыт, который мы извлекли из первой войны. Чечня между двумя воинами. Мы открыли исламский институт Кавказа для даавата и подготовки проповедников. Его закончили удивительные личности, изучив религию Аллаха, Коран, Хадис и Фикх, Джихада. После этого мы отправляли их в учебные лагеря, а затем появились плоды. Я клянусь Аллахом, они показали лучший пример в сражении с русскими. У муджахидов сразу же должны быть подготовлены кадры, занимающиеся делами даавата. Они открывают небольшой институт, а после окончания студенты отправляются в военный тренировочный лагерь. Тогда вы будете иметь группу молодых людей, религиозность и искренность, которых вы можете доверять. Они будут продолжать идти с вами по этому пути. Но если вы приезжаете и начинаете критиковать, говоря «это правильно, а это нет», то дела не пойдут. Вы сразу же открываете небольшой институт, помещение для учебы и место для практики этой учебы, рассчитанные хотя бы на 50 человек, и проходите с ними двухмесячный курс. Затем посылаете их к братьям на военную учебку. За 2-3 месяца вы сможете узнать, кто храбрый и искренний, а кто приносит вред и не имеет терпения и стойкости. Зачем нужны люди, не имеющие терпения? Ведь они не смогут проявить терпение в более сложных заданиях. Так что лучше отправить их домой. Если из 50 или 100 человек с вами останется всего 20, это будет достаточно. После этого сразу же приступайте к следующему заданию. Итак, одна группа занимается д'аватом, вторая – военным обучением, а также надо иметь третью группу, занимающуюся сбором информации в регионе и координат с руководством. И не нужно пустых обсуждений. Клянусь Аллахом, мы могли бы провести ту же самую программу в России, Сервии, Китае или Африке, да хоть на Марсе. Главное, чтобы население были мусульманами. Ты полагаешься на Аллаха и проводишь обучение и подготовку. Исламская умма сегодня разорвана на кусочки. Мы потеряли религию Аллаха, шариат, и мы приезжаем и начинаем спрашивать, а этот имеет знание религии? А у него правильная акида? Мы оставили их без помощи 200-300 лет назад, плюс они провели под коммунистами 70 лет. Про какую акиду мы спрашиваем? Если мы говорим, что у этих людей нет правильной акиды и что они суфи, то мы несправедливы по отношению к ним. Мы виновны, что живем, кушаем, пьем у себя дома и спрашиваем эти народы о правильной акиде, о правильном понимании шариата и о понимании религии Аллаха. Это неправильно. Мы несправедливые и достойные осуждения. Мы выросли в таухиде. Мы на аравийском полуострове имеем представление о религии Аллаха. Мы обязаны распространять это послание и даават мусульманскими в западном мире, разделяясь с людьми, их тягоды и беспокойствия, живя с ними, чтобы ближе заняться этой проблемой. Вы можете подойти к ним и сразу же начать обучать их религии Аллаха. И клянусь Аллахом, если эти люди увидят в вас искренность по отношению к ним и ваше сочувствие к ним, если они увидят, что вы переносите вместе с ними их тягоды, то не будет места для лжи. Молодые люди очень быстро формируются в таких условиях. Если координировать действия с руководством, то тогда эта молодежь будет из поколения, выросшего в тренировках. Мы подготавливаем их и отправляем на легкие операции 1, 2 или 3 раза, и они участвуют в общей программе, если она есть. И если общей программы нет, то просто участвуют в операциях. В итоге большинство молодых чеченцев говорили, если будет операция, не забывайте про нас. Хотя вначале я лично просил сообщать нам, кто готов участвовать в операциях. А в итоге они сами стали приходить и умолять нас, чтобы их взяли на операцию. Братья показали свое присутствие в этом регионе, они разведали и изучили территорию. Этот вопрос занимает от 2 до 5 месяцев. Когда вы хорошо изучили территорию, у вас есть надежные люди, и вы начинаете с правильной организации молодежи, которая в итоге станет лидерами. Они будут контролировать фронта и будут играть важную роль в продолжении джихада. Например, в Афганистане у нас была большая проблема. Люди открыли институты, университеты и проделали большую работу по даавату. Там были люди с разной методологией, и они делали все, что могли. Но после 4 лет образования, какова будет судьба студента? Он будет работать администратором в гостинице, или поедет в арабские страны изучать арабский язык, или начнет заниматься бизнесом. На самом деле, надо было закончить начатое, и тогда образовалась бы прекрасная основа. Мы можем послать его на фронт или в какую-нибудь группу. Дайте ему оружие и боеприпасы, и отправьте его, сказав бисмилля. Это те люди, которые позже станут лидерами, взяв командование на себя, вместо того, чтобы лидерство перешло к невежественным людям или наркоманам. Но эти люди хотели иметь муджахидов и проповедников, так что эти студенты разъехались по всему миру, вместо того, чтобы объединиться. Посмотрите теперь, как много студентов проделали большую работу, погрузились во множество проблем, оставив при этом то, что сейчас необходимо мусульманам. Работа д'авата очень сильно связана с работой джихада, и они не могут быть разделены. Этой стратегии братья должны придерживаться на любом джихаде. Это был хороший опыт, который братья приобрели. Человек должен полагаться на Аллаха, а затем на себя и тех, кто с ним, и верит, что они могут работать без колебаний и страха быть побежденными. После этих событий, прекращения боевых действий в августе 1996 года, в Чечне все люди просили военные командования и президента быть готовыми в военном плане, потому что никто не был уверен в выводе российских войск, так как их выход занял от 5 до 6 месяцев. Поэтому мы сразу начали готовить тренировочный лагерь и подготовку людей в институте, и у нас связались отношения с сотнями молодых парней. У нас было много проблем, было очень сложное финансовое положение, и нам пришлось ограничивать число людей. Затем братья Дазас и Аллах благом начали усиленно работать, и благодаря Аллаху, а затем этим братьям положение улучшилось. Мы начали расширяться и были в состоянии примерно до 400 людей на одном курсе. К нам приезжало молодежь со всего Кавказа, из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Малгарии и Карачая, а также переезжали узбеки, обучались и уезжали обратно. Мы превратились в Ули, не зная, кто к нам приезжает и кто уезжает, и мы постарались перевести все в порядок. Мы сделали управление по изучению Корана и создали программу для подготовки проповедников. После этого базового обучения мы проводили лекции в селах, а затем курсы для поднятия уровня знаний у даватчиков. Такая же система была в тренировочном лагере. Были организованы специальные курсы, затем второй, третий, четвертый. Работы прибавилось, и у каждого была своя роль и обязанность. Да вазаст им Аллаха благом. Мы женились на здешнем женщинах, чтобы сблизиться и породниться, так что вопрос был закрыт, никто не смел выступать против нас, так как мы стали родственниками. Они начали разбираться между собой, а мы не вмешивались. Это самое важное. Братья никогда не вмешиваются во внутренние конфликты. Клянусь Аллахом, я даже не разрешал приезжим братьям самим ходить на рынок и даже просто ходить по селам и городам. Мы говорили им, джизайку лау хайр, ты приехал сюда, чтобы помочь, если хочешь вернуться, возвращайся, так как на данный момент джихад закончился. Здесь ты должен участвовать или в военной подготовке, или в давате. Самое главное, чтобы люди работали. Непозволительно человеку сидеть сложа руки. Человек, который не занят благим делом, будет занят чем-то другим, так что многие братья уехали. Люди говорили, клянемся Аллахом, мы хотим остаться и помогать чем можем, да возраз им Аллах благо. Они так и делали. Мы не выбирали никого, предпочитая одних другим, и были строгие. Одна группа ходила на рынок, закупать все необходимое для братьев в лагере. Им только нужно было написать на бумаге, что им нужно, и через день-два эти люди приносили им это, и даже не было необходимости выходить из лагеря. Лицемеры, враги Аллаха и Суфи в российской Сайми и правительственной телевидении работали по полной программе. И мы не хотели давать никому никаких доводов против нас, потому что им было очень легко сделать любую провокацию. Если бы это было в моей стране, то с легкостью можно было бы втянуть в вас большие проблемы, и было бы решено выгнать вас из страны. Если бы братья-ансары ходили по рынкам, то, не дай Аллах, подались бы на провокацию, делав много проблем. Поэтому мы прекрасно это знали. Клянусь Аллахом, я сам посетил Грозный только один раз. Много полевых командиров приглашали меня, и после того, как они настояли, я поехал туда один раз, когда вручались награды и благодарности. Я помню, как здесь произошел внутренний конфликт между двумя группами. Нет необходимости упоминать о них тут. Если бы понадобилось, я бы записал отдельную газету. Но были сильные переживания. Они много раз звали меня, и Шамиль попросил меня прийти и поговорить. Я не хотел вмешиваться и сказал ему, альхамдулиля, я точно знаю, что не хочу вмешиваться, и нет необходимости, чтобы я выступал перед этими людьми. Я был муджагидом, и люди благодарили меня, и сегодня я встану, и буду выступать перед ними, клянусь Аллахом, я не хочу вмешиваться и выступать перед людьми в таком положении. Чазак Аллаху, Хайран, до свидания. Он был впечатлен таким ответом и сказал, да, это правильная точка зрения. Когда случились эти проблемы, я слышал и видел, как некоторые люди говорили, мы будем стоять за тебя и сражаться с тобой. Я сказал им, клянусь Аллахом, мне не нужно от вас ничего, ни для себя, ни для тех, кто со мной. Мне от вас ничего не надо. Если с ними что-то случится, я готов быть убитым. Я и те, кто со мной. Со мной было 40 человек. Люди спросили, почему ты так говоришь? Я сказал, да, если вы хотите что-то сделать ради Аллаха, то джезай кумуллаху хайран. В этом лагере тренируются кавказцы, ваши сыновья, а не мои родственники или люди из арабских стран. Мне от вас ничего не надо. Если честно, когда у нас были проблемы, Шамиль приезжал ко мне и говорил, сегодня у нас случилась проблема. Я разговаривал с людьми, ситуация накалилась. Масхадов сказал мне, если ты хочешь усугубить ситуацию, то я буду первый сражаться с тобой. Я буду в первых рядах вместе с братьями в войне против тебя. Люди были в шоке, и они также сказали, мы сделали это, заступились для тебя. Я сказал ему то же самое, что и тем людям. Если ты пошел на ссору с Масхадовым за Хаттаба и тех, кто с ним, то джезай кумуллаху хайран, но не делай ничего подобного больше. Мы этого не просили, и нам не нужно, чтобы ты проявлял суровость из-за нас. Он сказал, что ты такое говоришь? Я сказал ему, да, если ты сделал это ради Аллаха, это место было создано для помощи Ислама и людям из твоего народа. Что касается меня, мне этого не надо. Он помолчал и поменявшись в лице сказал, ладно, я понимаю тебя. Это очень важно в ситуации, когда мунафики начинают ловить рыбу в мутной воде. То же самое случилось с арабами в Пешаваре. На рынках и в машинах в Пешаваре было больше арабов, чем пакистанцев. И поэтому у них было много проблем. Один бросил гранату в полицию, а многие попали в тюрьму. Такая же ситуация была в Боснии, когда врагам предоставился удобный случай. Арабских муджахедов после войны начали атаковать со всех сторон. Но здесь мы контролировали ситуацию, альхамду лилля, так как нас было немного, и количество групп было небольшим. Таким образом, Аллах облегчил поддержание порядка. После этого братья приняли хорошее участие в подготовке, пока не начались события в Дагестане. Многие думают, что братья поспешили, войдя в Дагестан, и что братья были первыми, кто начал войну и порицает нас за это, на что я скажу вот что. Российская армия сосала кровь, унижала и разрушала земли мусульман в Афганистане и Таджикистане, в Боснии и Чечне. А когда войны ислами сами начинают проявлять активность, то их порицают. Пора бы спуститься с облаков. Россия подписала договор о перемирии на 5 лет для того, чтобы подготовить свою армию. Российские генералы заявили, что вернутся. И даже сам Масхадов заявил по телевидению, что российские генералы сказали, что скоро они вернутся. Когда же наконец мусульмане поймут? Они сказали, мы вернемся. Когда русские вышли из Чечни, сразу же отправили своих агентов на сборы информации, на изучение дорог и так далее. Они вместе с мунафиками очень тщательно и детально все изучали. Они открыли железнодорожный путь на второй день. Их мунафики спокойно приезжали и уезжали. Их агенты сообщили нам еще полтора года назад, что русские войдут со стороны гор. В нашем тренировочном лагере мы поймали 37 их агентов, которых послали убить Шамиля, Хаттаба и еще некоторых командиров. Это признание самих шпионов. Разве это не война? Государства вели войну годами только из-за раскрытия одного агента. Мы же поймали их десятки и вы упрекаете нас, что недопустимо было начинать войну? Русские должны были прийти, раздавить нас, полностью выжечь землю. И как во всех других войнах, только после этого мы должны были отреагировать? Неужели мы должны реагировать только после того, как трагедия уже случилась? Земля выжжена, все разрушено и по телевидению показывают мертвые тела людей, плач детей, женщины, на честь которых надругались. Мы уже сыты такими сценами, и любой умный человек по признакам мог увидеть, что русские опять собираются напасть и что это вот-вот произойдет. Много событий происходило из самой Чечни. Подрывы и покушения. Было покушение на меня. Они подорвали машину, а также обстреляли меня. Что вы еще хотите, чтобы произошло? Они пытались убить Шамиля, и за всем этим нападением стояла Россия и ее агенты из здешних мунафиков. Мусульманский мир отвернулся от Чечни после войны. Люди пытались создать правительство, и муджагиды остались ни с чем. В то время как приходят мунафики, обустраивают здание с компьютером и говорят, я буду министром того-то. Конечно, Масхадову больше понравится специалист, имеет опыт образования и дипломы. А если придет муджагид и ему предложат должность министра внутренних дел, он начнет требовать кабинет, здание, машину, форму и так без конца. Откуда президент это все возьмет? Он не сможет установить правительство, в котором страна срочно нуждается, так как у него нет возможностей. Именно так лицемеры добились успеха, проникнув в правительство, а муджагидам досталась таможня, полиция, охрана тюрем, проверка людей, добывающих и продающих конденсат. Естественно, они были в постоянном конфликте с населением. Взяв финансовые и административные вопросы в свои руки и заняв ключевые позиции в государстве, лицемеры с легкостью предоставили русским необходимую информацию. Вот что случилось. Мы только хотели обучать людей, найти для них землю и пищу. Нашим постоянным вопросом была аренда, приходилось все арендовать. Один из наших братьев метался туда и сюда, боясь, что работа встанет из-за перебоя в снабжении. Люди боялись иметь с нами дело, говоря, что мы желаем только войны, а война закончилась. Так люди и думали, особенно после операции в Загистане, в которой мы атаковали Буйнакскую военную часть. Так что люди не хотели иметь с нами дело. Дело дошло до того, что когда отправляли письма, нам говорили, если хочешь написать письмо, то не пиши на нем свое имя, пиши просто название организации или институт. Я сказал, хорошо, мы пошлем письмо и напишем так, как вы хотите. Ситуация была сложной и признаки войны четко проглядывались. Разглядеть эти признаки мог только тот, кто близок к войне. И было немного людей, понимающие ситуации. Так как мы начали готовиться, и все было именно так, как мы хотели. Российские войска вошли, напав на Урские и Шелковские районы, а самолеты летали над Грозным. Если военный самолет нарушает воздушное пространство с другой стороны, разве из-за этого не начинается между двумя странами война? Разве это не так? Важным было то, что мы вмешивались и внесли порядок. Задумка была в том, что дагестанские братья начали в некоторых селах выгонять каферские органы власти и полностью устанавливать шариат. Это правда, что мы помогали, инструктировали, тренировали и подготавливали, но люди начали поднимать свои голые после победы и выгнали милицию. И власти не знали, что делать. Везде, где присутствует полиция, вы найдете пьянство и взняточничество и так далее. Но когда братья взяли власть в свои руки, выгнали милицию, установили шариат и отменили так называемую колхозную систему, оставшуюся от коммунистов, систему по сбору урожая и продаже его государству, люди зажили нормальной жизни. Другие села также последовали примеру, выгоняя милицию и чиновников, и Россия сразу же начала беспокоиться. Было намерение выгнать органы каферской власти из-за всего района и установить там шариат. Правительство попросило помощи у русских, а братья попросили помощи у муджагеда, и мы вошли в Дагестан, опередив русских. Мы, заняв позиции, ждали атаки русских. Таков был план. Мы не собирались заходить в Дагестан, кроме как для оказания помощи муджагеда. Но эта помощь должна иметь определенные этапы, выгнать органы власти и затем, если нас попросят, мы приходим на помощь. Если правительство Дагестана захочет само справиться со всеми проблемами, то ничего страшного в этом нет, но если войдут российские войска, то мы тоже имеем право войти, что в итоге и случилось. Мы начали готовиться, но ситуация поменялась. Мы просили людей не торопить события, дать нам подготовиться, но российские войска уже вошли. Дагестанские муджагеды, имея много раненых и убитых, начали просить о помощи, и для нас было бы незаконно оставить их без помощи. По шариату стало харамом для нас оттягивать с помощью, и нам пришлось прийти на помощь. Мы этого не желали, но русские войска нас вынудили. Мы окружили их, словно это третья мировая война. Я никогда в своей жизни не видел и не думаю, что увижу то, что было в Дагестане. Авиация бомбила многотонными бомбами, сжигая все вокруг. Целая долина была сожжена русскими, и они убили 30 молодых муджагедов из группы Хакима Аль-Мадани, да помилуйте у Аллах. После того, как они нанесли серьезный урон русским, затем военная операция остановилась. Был подан знак, чтобы мы отступили, и в течение одной ночи мы ушли, но мы вернулись через три дня, потому что русские окружили села Карамахи, Чабанмахи, и еще три села, в которых было тысяча детей и тысяча пятьсот женщин. Они ничего не сделали, никуда не вмешались, у них не было проблем с органами власти. Но киаферы все равно окружили их и начали бомбить, вынуждая их выйти на переговоры. Люди вышли узнать, чего хотят русские. Русские сказали, сложите оружие и снимите охрану села. Они сказали, что дадут ответ завтра, после того, как посоветуются. Но русские нарушили обещание и начали артобстрел ночью. Никто не говорит и не возмущается, почему российские войска пришли, но когда мусульмане атакуют впервые, то их сразу начинают обвинять в том, что они неправы. Это странно, люди попросили помочь, им как можно быстрее, и мы не могли больше оттягивать. В это время нам нужно было подлечить раненых и подготовиться. Я сказал братьям, я не хочу, чтобы здесь кто-то был. Кто хочет присоединиться, то пожалуйста, кто не хочет, то до свидания. Мы снова начали готовить оружие и подготавливать группы. Обычно это занимает целый месяц. Но на этот раз быстро, за 2-3 дня мы собрали людей и подготовили группы. Затем люди сказали, дай нам 2 дня, там есть еще люди, которые хотят присоединиться. Некоторые участвующие группы были сформированы за неделю. Даже в первом бою мы предупреждали и просили российские и дагестанские силы остановить военную операцию, чтобы решить все мирным путем. И мы бы пошли по мирному пути, но выбора у нас не было. Люди Дагестана и Чечни провели шуру. Раз Россия не призывает демократии? Эти люди провели совещание, которое было создано, чтобы определить волю людей, и они избрали своих представителей. В этой шуре мы представляли лишь военную сторону. Люди собрались для обсуждения многих проблем. Они обращались к правительству, к русским, посылая им письма. Но русские их марионетки в Дагестане не слушали их. Для дагестанского правительства просить помощи у русских является законным, а людям просить помощи у муджахидов запрещено? Это просто слепота. Мы вошли в Дагестан только через неделю после русских. Мы предлагали все виды мирного регулирования, но они отказались, не ответив нам. В итоге там произошло сильное сражение. В селе Цумада, объявившем о шариате, было ожесточенное сражение. И, аль-хамду лилля, Аллах наградил нас возможность окружить и сокрушить их колонну, где много русских солдат было убито. После того, как сражение в Карамахе почти закончилось, Россия начала ракетные обстрелы по территории Чечни, а правда это тем, что мы якобы впервые вторглись на их территории, как будто бы они ничего не делали. Клянусь Аллахом, прежде чем мы сделали первый выстрел в Дагестане, российская армия уже продвинулась на один километр вглубь Чечни, в Шелковском районе, и начала сосредотачивать силы в Наурском. Кто хочет узнать об этом, пусть спросит людей из этих районов. Даже Масхадов знал об этом. Люди даже хотели покинуть чеченскую армию, чтобы отвоевать этот один километр. Русские начали брать таможенную пошлину и атаковать военные блокпосты. Было ясно, что Россия планирует вторжение, так что мы опередили их. За последние 200-300 лет Аллах впервые дарил нас наступительным джихадам, и мы провели операцию джихада, прежде чем враг атаковал нас. Мы привыкли, что враг всегда атакует первым, убивает и насилует, и только после этого мы начинаем помогать через всякие медицинские благотворительные организации. Давайте хоть раз атакуем первым и сделаем что-нибудь. Операция в Дагестане – это именно то, что сбило расчеты русских, заставило их поспешить. И клянусь Аллахом, что они готовили резину в Чечне и планировали избавиться от мусульман на этой земле раз и навсегда. Вторая Чеченская война. Начались военные операции в Чечне, и мы начали готовиться к обороне на севере в Шелковском районе, на холмах к северу от Грозного и в Урусмартане. На этих фронтах были наши братья Рамзан Цакаев, Рамзан Ахмадов и Якуб Аль-Гамиди. А также три большие группы на западном фронте. Был наш брат Абу Аль-Валид, который был в Аргуне с другими группами. В Грозном были наши братья Абу Зар-Герат и Баграм Исмаил, да помилует его Аллах, и наш брат Абу Джафара находился в Сержень-Юрте. И начались операции. Мы организовали два важных направления. Для сохранения связи с горным сектором в Дубай-Юрте под руководством Якуба Рамзана, начальника охраны, и наших братьев Бекхана Абу Джафара и Абу Саддама Ат-Тачики введено. Началась военная операция в Грозном, в котором было 400 человек с Абу Зарром и 400 других с Якубом, Рамзаном и Абуль Аль-Валидом в Дубай-Юрте. Было 200 муджагедов с нашими братьями Абу Джафаром и Абу Саддамом в Сержень-Юрте. Все это закончилось осадой Грозной, и муджагедам пришлось выйти из города и уйти в горы. Было много сложностей в Шатуе, в одном из самых стратегически важных районов Чечни с военной точки зрения. Это горный район, и как только ты берешь под контроль дороги и высоты, все заканчивается. Но было очень холодно и снежно, муджагеды были измотаны и больны, и было сложно собирать людей и реорганизоваться. Мы провели Шуру, на которой присутствовали Гилаев, Шамиль, Арби и Рамзан. Мы предложили им взять под свой контроль горы, пока русские не высадились на них. Но они сказали, нам нужна неделя на отдых, так что начались высадки русского десанта. Первая группа русских высадилась в одной из местностей и постепенно начала занимать территории. После того, как русские заняли высоты, находиться в этом районе стало сложно. Такая была ситуация в Шатуе. Мы решили покинуть это место, пока туда не пришли русские и не заняли все дороги и тропы. И вот тут начались проблемы с участием ансаров, арабских добровольцев. Кажется, я уже отвечал на вопросы относительно этой темы братьям из арабских стран. Когда путь через Грузию еще был открыт, я говорил нашим братьям-ансарам не торопиться, приезжать в Чечню, потому что приближается зима, и русские оперативно окружают все села. Я сказал, что не нужно торопиться, и что здесь ситуация очень сложная, и что приближается зима, нет больниц и мест для отдыха, в котором аджахиды так сильно нуждаются. Но было очень сильное побуждение к джихаду со стороны шейха, да воздаст ему Аллах благо. Некоторые люди и командиры сказали, пускай они едут, мы обеспечим их всем. К сожалению, 70% этих братьев были неподготовленными. Так что мы отправили к шейху послание, чтобы он прекратил побуждать людей приезжать сюда. Клянусь Аллахом, мы бы и вставали от них, и они бы и вставали от нас. Нас постоянно бомбят, нет лагерей, и они нетренированные. Когда русские вторглись, побуждение приезжать в Чечню закончилось, и много братьев вернулось обратно. Но в то же время около 100 братьев зашло в Чечню. Я начал узнавать, открыты ли южные тропы. Если они под контролем муджагедов, то для братьев не будет проблем войти в Чечню. Можно было устроить базы на юге, имея тем самым место для отдыха, несмотря на то, что Грузия никогда не была безопасным местом, и имела плохую историю с муджагедами Кавказа. Грузины – христиане, и мы ничего хорошего от них не ждем. У кьягеров одна религия, и они даже относятся вероломнее к муджагедам, чем другие. Когда русские вторглись с южной стороны и взяли под контроль дорогу, ведущую в Грузию, то намерения русских стали ясны. Конечно, там были братья, да простите их Аллах, которые неправильно поняли наше недовольство приезда муджагедам в Чечню. Они начали говорить, что мы ни для кого не желаем добра, и что мы всю работу хотим проделать сами. Но они ответят перед Аллахом за такие разговоры. Наверное, братьям уехавшим отсюда следует рассказать людям, что происходило с ансарами на чеченской земле в зимний период. Разве кто-то может не желать, чтобы воины ислама обучались и получали военный опыт на мусульманских землях джагада? Они должны готовиться именно сейчас, сегодня, потому что это слабое место умы. Эта война является единственным местом, где сыновья ислама могут поучаствовать в сражении и научиться воевать. Но у нас была нехватка в виде одежды, укрытия, поэтому мы не могли позволить им приезжать сюда. Конец второй части. Подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйтесь среди братьев.